С прошлого года в Кыргызстане стартовала вторая национальная инвентаризация лесов. Первая инвентаризация производилась 10 лет назад, с 2008 по 2010 годы. Целью данного проекта является сбор данных о количестве, качестве породы, возраста и состоянии лесов. Полевые группы обследуют более 2400 пробных площадей по всей республике в шести типах лесной породы. Особенность вторых исследований в том, что здесь используют новейшую компьютерную технику, позволяющую дать более точные данные о состоянии наших лесов. К примеру, при помощи инструмента вертекс можно сразу измерить высоту дерева, расстояние от дерева до центра пробной площади и так далее. Внутри оборудования встроен компас для определения азимута, а на особо труднодоступных и труднопроходимых участках будут использованы беспилотные летательные аппараты, дроны. Особенность данного подхода проведения инвентаризации заключается в том, что применяются высокоточные технологии. Это планшеты, это вертекс, который помогает измерять, это лесные инструменты. Планшет нам помогает, если мы раньше заполняли при проведении инвентаризации или лесустройства, заполняли на карточках, потом переводили его на компьютер, то планшет позволяет нам сейчас на месте все эти данные занести в планшет, и где доступность интернета, мы можем это отправить в сервер. То есть это оперативность, во-первых, качество работ повышается. Второе, вертекс тоже очень высокоточный инструмент. Кроме этого, мы используем последнее поколение GPS, которое погрешенность определяется в сантиметрах. 12 полевых групп, каждая из которых обследует 2477 пробных площадей ореховых, еловых, арчевых, фисташковых, кустарных и лиственных лесов. На данный момент уже обследовано 646 трактов в высокогорных зонах. В ходе первой инвентаризации было выявлено, что 1 миллион 123 с половиной тысячи гектаров, или 5,6% от всей территории республики, покрыто лесами, а более 277 тысяч гектаров, а это почти одна треть лесов страны, не вошли в Государственный лесной фонд. По итогам этой инвентаризации будет разработан план дальнейших шагов в области защиты, охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов страны. Полученные цифры национальной инвентаризации леса, мы думаем, будут основой для разработки уже национальных планов управления, национальных государственных программ. Как раз в прошлом году была принята национальная лесная концепция, и одним из таких важных направлений этой концепции было проведение именно второй национальной инвентаризации лесов в Кыргызстане. Площадь лесов в Кыргызстане не уменьшается, это однозначно, ясно. Скорее всего, будет в сторону увеличения, потому что на то есть причины, потому что по сравнению с тем 19-летним периодом, мы уже сейчас на данный момент применяем другие методы измерения, другие инструменты измерения, и так думаем, что у нас полученные данные будут более точнее и более актуальнее, чем предыдущая инвентаризация. Напомним, что вторая национальная инвентаризация лесов Кыргызстана проводится Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при поддержке проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами Кыргызской республики», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.